По-разному выглядят два участка международной трассы Омск-Майхапшигай, которая соединяет между собой Россию, Казахстан и Китай. Один участок делает китайский подрядчик, другой казахстанский. При этом к работам они приступили примерно одновременно, два с половиной года назад. Но почему такая колоссальная разница? Индира Кокимова разбиралась. На одном участке работа кипит, на другом лишь сняли старое дорожное полотно. Закончить трассу обе компании, китайская и казахстанская, должны летом следующего года. Но водители, наблюдая такую разницу, опасаются, что отечественный подрядчик не успеет к сроку. Ведь все время капитального ремонта они вынуждены делать крюк, затрачивая на дорогу 15 часов вместо 6. Обязательно после каждого рейса хоть одно колесо проколишь здесь. Ездить вообще невозможно по этой дороге. Потому что, во-первых, пыль, качкота, у нас тем более груз, медикаменты, ампулы, бьющиеся, все вот это такое, очень трудно доставлять. Общая протяженность участка Колбатау-Майкапшигай составляет 415 километров. У казахстанских подрядчиков, похоже, возникли проблемы. А у китайской стороны все по плану. В отечественной компании остановку работ объяснили удорожанием стройматериалов, внутренними проблемами компании и отсутствием финансирования. Но заказчик проекта, компания Казавтожол, здесь хотя во многом соглашаются с позицией подрядчика, но вину свою отрицают. У подрядной организации Казавтожол, там у них были финансовые трудности, у них внутри было заведено уголовное дело, акты выполненных работ оплачиваются своевременно, очень сильно подорожали строительные материалы, в том числе железобетон, дизельное топливо подорожало в цене тоже очень прилично. Да действительно, трудности есть, это сейчас на уровне правительства данный вопрос рассматривается. При этом договор с китайской компанией заключен в долларах, поэтому на них казахстанская инфляция не влияет. А вот отечественной компании приходится иметь дело с не слишком устойчивым тенге. Так что водителям остается лишь надеяться, что и наш подрядчик не только справится с навалившимися проблемами и нагонит упущенное время, но и с качеством полотна на своем участке не подведет. Имидж страны все-таки. Индира Какимова, Илдор Жупанов, Информбюро, 31 канал, Восточно-Казахстанская область. Смотрите Информбюро на YouTube, прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования, все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Информбюро, когда нужна честная информация. Информбюро, когда нужна честная информация.